Здравствуйте! 2018 год подходит к концу. Время подводить итоги. И сегодня мы делаем это с мэром Магадана Юрием Фёдоровичем Гришаном. Юрий Фёдорович, здравствуйте! Добрый вечер! Скажите, каким был этот год для Магадана? Год был очень интересный. Год был наполненный яркими и политическими событиями. У нас в марте были выборы президента Российской Федерации, где магаданцы показали свое отношение к тому, что происходит в стране. Свое отношение выразили через голосование, через активную жизненную позицию. У нас явка, как никогда, была очень высока. Мы избрали в сентябре и губернатора Магаданской области. И выборы прошли очень активно. Явка была неплохая и высокий процент поддержки, что говорит о том, что магаданцы вправе рассчитывать на такое же отношение к городу и со стороны региональной власти. И пока все идет так, как было обещано новым руководителям территории. И программы складываются. И в Магадане в последнее время побывало очень много руководителей федерального уровня, и министров, и заместителей представителей правительства Юрий Петрович Трутнев. Это уже второй раз было в Магадане. Разрабатывается комплексный план развития Дальнего Востока до 2025 года. Кстати говоря, Сергей Александрович очень хорошо оценил и наш комплексный план развития города до 2025 года. И сегодня это, по сути дела, является основным документом, по которому можно идти в будущее. Можно его критиковать, можно сказать, что что-то вы не учли, или что-то не так точно посчитали, но этот план есть. И сейчас, когда рассматривается вопрос по началу освоения новых районов для строительства жилья, в расчеты ходят все те же самые цифры 120 тысяч населения, все тот же объем строительства жилья для Магадана 150 тысяч квадратных метров. Мне нравится, что мы занимаемся сейчас тем, что не доделали в 90-е годы при советской власти. Мы не достроили микрорайон Нагаева. Это наши ворота, это наш фасад города Магадана. И при входе в Нагаевскую бухту, конечно, он должен показывать все величие города Магадана, его красоту, а не то, что, к сожалению, у нас сегодня есть разрушенные дома, частные постройки 30-х годов, которые, к сожалению, еще и горят. Поэтому год ярких перемен, год начала больших строек. Я говорил о том, что 2018 год – это будет годом-началом строек. И начало строек многих состоялось. Какие-то сегодня находятся в процессе проектных работ. Но начало всему, слава Богу, положено. И это дает основание быть уверенным в том, что Магадан есть, был и будет. И он будет преображаться, он будет улучшаться. И здесь будет жизнь с каждым годом все комфортней и комфортней. Дальний Восток, в том числе Магадан, называют территорией 21 века. Об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Говорили об этом на Дальневосточном форуме. Вот скажите, какой вы видите эту территорию? Магадан и Магаданская область – действительно территория 21 века. И как ресурсный центр Российской Федерации, наверное, более успешной территории нет. Здесь разведаны новые месторождения – золото, серебра. Сейчас руководство области занимается и другими полезными ископаемыми – медью, углем. Это новые рабочие места, это новые налоговые возможности территории. И я хотел бы, чтобы все это состоялось. Магадан, как определенная общая концепция развития города Магадана, как культурный, образовательный, логистический центр, транспортный узел – это так и будет. Основные деньги будут зарабатываться все-таки в районах Магаданской области. И надеюсь, что они будут справедливо распределяться между разными уровнями бюджета. И муниципальный бюджет будет от этого, безусловно, получать деньги. Потому что все офисы, транспортные узлы, логистика вся будет у недропользователей сосредоточена все-таки в Магадане. И от этого мы будем тоже получать налоги. Я думаю, что региональный бюджет все-таки будет получать больше денег. Вы знаете, как просто формируется сейчас областной бюджет. А это нас напрямую касается. Насколько удачным выглядит федеральный бюджет, настолько удачный выглядит региональный. Насколько удачный и комфортный региональный бюджет, настолько и муниципалитетам комфортно с этим бюджетом жить. Поэтому Магадан – это ресурсная территория. Магаданская область – ресурсная территория. Мы хотели бы, чтобы в нашем городе задерживались люди как можно на более длительный срок, чтобы меньше отсюда уезжало. Поэтому мы хотели бы, чтобы те налоги, которые к нам будут поступать от комплексного освоения Магаданской области, создавали нам здесь благоприятные условия. Мы хотели бы, чтобы у нас и спортивные сооружения были такими, как в Москве. Мы хотели бы, чтобы школы у нас были более современные. Мы к этому идем, потому что сейчас четыре школы должны строиться на территории города Магадана. Но это проект школы в поселке Снежном, который мы будем дореализовывать, наверное, в 2019-2020 году уже. Это школа в третьем микрорайоне, на которой объявлен сегодня конкурс на проектно-смертную документацию. Еще одна школа в районе Нагаева на 890 мест по улице Зеленой. Многие даже, наверное, не знают, где улица Зеленая. Ну, посмотрите на карту города Магадана, найдете. И еще одну школу в центре города Магадана, что создаст некоторые более благоприятные условия для обучения, потому что школа сегодня перегружена второй сменой, об этом мы уже не раз говорили. Мы хотели бы, чтобы здесь создавались крепкие семьи, чтобы здесь рожали детей. Для этого нужна вся инфраструктура, для этого нужны новые детские сады. И мы вошли в федеральные программы. Благодаря правительству Магаданской области, губернатору, три детских сада включены в федеральную программу. Это детский сад в третьем микрорайоне, который следом за школой в третьем микрорайоне будет объявлено скоро конкурсное проектирование. Один детский сад в Морчкане и один детский сад в районе улицы Колымской, 11. Везде площадки есть. Мы в этом году в третьем микрорайоне освободили площадку от недостроя, который как ком в горле был на протяжении 20 с лишним лет. Там можно было получить травму. И точно было понятно, что этот сад достроить невозможно. Сейчас мы зачистили площадку и будет строиться новый детский сад. То есть все, что делается федеральной властью, оно подхватывается властями на местах с тем, чтобы общая концепция развития Дальнего Востока реализовалась. В Магадане достаточно неплохо идет реализация 119-го федерального закона о дальневосточном гектаре. Люди пишут заявления, люди получают участки, осваивают эти участки, стараются их освоить, значит, какое-то собственное дело. И мы им всячески помогаем. Где-то ресурсами коммунальными, где-то там подъездными путями. Но хотелось бы, чтобы у людей получилось, чтобы они, вот получив земельный надел, чтобы они здесь закрепились надолго. И с этой землей здесь остались и их дети. Территория 21-го века действительно мало людей живет на Дальнем Востоке. И власть, федеральный президент Российской Федерации делает все для того, чтобы люди поехали на Дальний Восток, чтобы они себя не чувствовали обделенными теми всеми услугами, социальными и теми жизненными возможностями, которые есть в центральных районах страны. Поэтому мы Дальний Восток, а Дальний Восток – это территория 21-го века. У города Магадана есть постоянно социальные партнеры. Вот в следующем году, насколько они будут активны? Может быть, есть какие-то интересные идеи у них, которые озвучены? Да, социальные партнеры у нас – это такой краеугольный камень нашего социального развития. Вот мы несколько дней назад подвели итоги конкурса «Магаданский хрусталь», на который приехало как никогда много команд, участников с Российской Федерации и с дальнего и ближнего зарубежья. И этот конкурс не мог бы состояться, если бы у нас не было социальных партнеров. Мы привлекаем для реализации всех наших планов, связанных с подготовкой к Дню города. Мы делаем некоторые интересные и большие инфраструктурные вещи. Вот помните, мы в прошлом году открывали спортивный комплекс «Металлист» после ремонта. Это школа тенниса, музей спортивной славы, классы для обучения игре в ГО. Это благодаря нашему социальному партнеру, компании «Полиметалл». И в этом году они взяли на себя обязательство к Дню города отремонтировать зал актовый в КСК «Металлист», который более 20 лет мы с вами показывали в программах. Это место, которое могло бы стать действительно очень хорошей точкой для молодежных встреч, концертов, всевозможных мероприятий, фестивалей. Очень удобный зал на 250 мест, который давно ждет и хоровая школа, которая находится в КСК «Металлист», и студенческие коллективы. Я думаю, что к Дню города мы этот объект осилим. Я благодарен предпринимателю Басанскому, хотя он не добывает золото на территории города Магадана. И зарегистрированная компания не в Магадане, но тем не менее это наш постоянный социальный партнер, который перечисляет на наши интересные проекты деньги. И сейчас мы вот только закончили новогодние мероприятия. Ну, считаю, что закончили, потому что уже как бы смета состоялась, и доходы, и расходы. А вот впереди у нас День города, и это будет очень много праздничных мероприятий. Мы хотели бы увидеть здесь и наших звезд российских. И приоткрою некий секрет. Мы хотели бы, чтобы концерт на стадионе в дни празднования юбилея назывался «Магаданцы Магадану». И ведутся сейчас переговоры с нашими звездами, вы их прекрасно знаете. Вот недавно побывал Михаил Шифотинский, и с Дианой Армениной ведутся разговоры, переговоры, и с Юрием Шевчаком с тем, чтобы они прежде всего поучаствовали в праздничной концертной программе, и с Антоном Беляевым. И я надеюсь, что у нас все это состоится, и они приедут в Магадан и покажут нам все то, что произошло с ними за то время, пока их не было на магаданской земле. Много подарков нас ждет от федеральной власти, и это тоже наши социальные партнеры, потому что, ну, в определенной степени, потому что вот с автобусами, которые пообещала нам федеральная правительство, это вообще произошло очень внезапно. Это благодаря нашему земляку, нашему выпускнику первой школы Алексею Васильевичу Гордееву, который сказал, я могу помочь вам с автобусами, старенькие у вас автобусы, и на межрайонных маршрутах, и на городских. Передали заявку, надеемся, что она будет исполнена, и мы в год юбилейный для Магадана получим обновленный парк автобусов на городские маршруты. Потому что те, которые есть, они уже и по 10, и более лет, особенно на маршруте Магадана. Аэропорт – это автобус, который является и визитной карточкой города Магадана. Я благодарен компании «Полюс Золото», я благодарен компании «Кенрос». Я могу бесконечно перечислять. У нас нет взносов в фонд социального партнерства, и нет значимых и незначимых социальных партнеров. Даже если сегодня малый бизнес перечисляет 5000 рублей в фонд социального партнерства, мы этому очень рады, потому что это признание того, что мы делаем. То есть, если мы делаем правильно, то нам помогают в реализации своими деньгами предприниматели и физические лица. Кстати говоря, тоже некоторые магаданцы перечисляют совсем маленькие суммы, но это подтверждение того, что они за те проекты, которые сегодня реализуются в городе Магадане. Алексей Васильевич Гордеев возглавляет оргкомитет по празднованию юбилея Магадана. Вы уже упомянули о том, как мы будем отмечать, но, может быть, еще расскажете о том, что, может быть, есть идеи какие-то насчет благоустроительных работ? Есть идеи по благоустройству города. Вы знаете про парк «Маяк», я уже не хочу говорить, это уже проект, который начнется в реализации в 2019 году. Мы сейчас еще войдем в федеральные конкурсы и объявлено сейчас голосование по новым общественным пространствам. Очень хотелось бы, чтобы победила пешеходная зона Магаданское время, о которой мы давно говорим, от улицы Ленина до театра. Это, по сути дела, проезжая часть на старом убитом асфальте. Она не создает впечатления такой хорошей уютной пешеходной зоны. Мы объявляли года три назад, наверное, конкурс, участвовали архитекторы Питера, Новосибирска, Калининграда, но так к единому мнению не пришли. И хотели бы, чтобы сейчас за нее проголосовали. Очень быстро отработаем с проектировщиком. Возможно, это будет и КБ «Стрелка», хотя их и критикуют, но, тем не менее, есть и хорошие очень проекты, которым можно позавидовать. И я думаю, что Москва нам поможет. И вот Алексей Васильевич, после того, как мы закончили официальную часть Оргкомитета, на котором присутствовало много представителей федеральных министерств и ведомств, пригласил к себе в кабинет для того, чтобы поговорить немного о жизни Магадана. Ну, как там Магадан? А вот я помню, там вот это местечко, там как? Я говорю, ну вот все осталось с Агирой. А как там Портовая улица? Я говорю, ну вот нечетную сторону сделали, главный фасад во дворах, есть проблемы. Но я постараюсь, говорит, помочь Магадану в том числе и какими-то дополнительными федеральными деньгами для того, чтобы мы могли город привести в порядок и по нашей исторической части. Кстати говоря, многие критикуют, говорят, вот что вы там центром города занимаетесь, да, вот не доходят деньги до окраин. Да, я бы хотел, чтобы и на окраины тоже хватило денег, но все-таки историческая часть города Магадана, она есть историческая. Она уже старенькая и 70 лет есть некоторым домам. Вот кто посмотрит историю Магадана, там 39-й год нам по этому летоисчислению будет 80, а по другому летоисчислению будет 90. Мы увидим, что в 32-м, 34-м, там 36-м году уже дома по улице Портовой стояли, а это для севера очень много. И это наша визитная карточка, и мы обязаны просто бережно хранить, может быть, даже в ущерб каким-то другим частям города Магадана, где построены хрущевки, которые тоже нужно содержать. Но это наша визитная карточка, это наша туристическая привлекательность. Вот мы и по улице Портовой не закончили пешеходную зону по нечетной стороне. Постараемся тоже к дню города успеть сделать либо к 14-м, но либо до окончания летнего благоустроительного периода, с тем, чтобы по этой улице можно было с гордостью пройти, погулять, повспоминать, ну и прочитать. Мы готовим там некоторые такие вот таблички возле каждого дома, потому что у каждого дома в исторической части города есть свой архитектор, есть свои строители, есть своя история. И хотелось бы, чтобы мы не просто пробегали, не заметив всего этого, а остановились, подумали, повспоминали, как это было задумано, кем это было воплощено реально в жизнь. Поэтому я всех, кто помогает, вот я областной бюджет тоже считаю нашим социальным партнером, особенно в 2019 году, потому что благодаря областному бюджету, непростому в этом году, мы все-таки находим взаимопонимание и на объекты, которые нужны городу Магадану, все-таки уговариваем, убеждаем, и нам в этом помогают. И я считаю, что это очень хорошее взаимодействие между муниципальной и региональной властью, подчеркиваю, при очень непростой ситуации с бюджетом региона и муниципалитета в целом. Поэтому так вот в тесном взаимодействии мы вместе решим задачи, которые стоят перед городом. Не могу не задать вопрос о спорте. Вас очень часто можно видеть на лыжной трассе, на горнолыжных склонах, на ледовой арене. Скажите, у нас проходят всероссийские соревнования имени Елены Вяльби, и когда-то проводился турнир на склонах русской горнолыжной школы на призы полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе. Вот есть какие-то идейные? Да, действительно, эти два соревнования по зимним видам спорта, они очень дороги Магадану. Елена Валерьевна была в Магадане летом этого года. Елена Валерьевна очень хорошо оценивает позицию губернатора по строительству лыжного стадиона в рамках школы. Но у губернатора больше возможностей, естественно, чем у мэра, и денег там больше. У Сергея Костеновича есть опыт создания серьезных объектов олимпийского уровня. И когда мы знакомились, я тогда еще был президентом Федерации прыжков на лыжах с трамплина, в Нижнем Тагиле вообще построены трамплины при нем мирового уровня. И там, кстати говоря, наши сборники магаданца, и Саша Кустова, и Жукова, они все, и наши двоеборцы, они все торчат на сборах там, в Нижнем Тагиле. И совсем недавно были очень неплохие результаты. И визитной карточкой магаданского улыжного спорта, конечно, является Елена Вяльбе и школа имени Елены Вяльбе. И в этом году мы сделали гомологацию трассы, это сертификация. Мы выполнили все требования, которые предъявил ФИС, это Федерация международных лыжных гонок. Трасса сертифицирована. На трассе теперь можно будет проводить соревнования и присваивать как минимум кандидатов мастера спорта, ребятам, спортсменам. Но там требуется все-таки обустройство лыжного стадиона, в той части, где мы привыкли с вами находиться. Там нет у нас ни домиков, ничего. Да, когда мы весной приезжаем, когда солнце яркое, когда температура воздуха там ноль или плюс, там очень комфортно. Но вообще-то зимой, когда тренируются спортсмены, там нужно и теплое помещение для того, чтобы можно было переодеться, согреться, получить какие-то тренерские установки. Судейство, в конце концов, должно находиться в теплом помещении. Вот эти все инфраструктурные вещи на стадионе, они должны быть. И если это сделают, это здорово будет вообще. И будут сюда приезжать на лыжню в Яльбе не только Солы и Хасына на соревнованиях, но и из других регионов Российской Федерации. Потому что у нас одни из самых поздних соревнований на настоящем снеге. Что же касается Кубка полномочного представителей, я начинал первый раз в 2007 году эти соревнования. Открывали мы их и прекратили их после того, как Минспорт России сказал, «Ребята, вы хорошо, молодцы, все делаете, но у вас тоже не сертифицированная трасса». На сегодняшний день Русская горнолыжная школа провела сертификацию. Русская горнолыжная школа выполнила все требования, которые были предъявлены Минспортом к трассе, в том числе и системой искусственного оснижения. Эта система у нас успешно работает. Приведены в порядок подъемники, которые у нас в то время не работали. И плюс сейчас установлено еще два новых подъемника. Поэтому база материальная позволяет провести соревнования на Кубок полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе. И уже ныне действующий ПОПРЕД одобрил проведение этих соревнований. И они включены в календарь соревнований, начиная с 2019 года. Поэтому все это будет возобновлено. Очень хороший вопрос. И я думаю, что в дальнейшем и вернутся к нам и ночные прыжки в Магадане. И мы их постараемся сделать как минимум дальневосточными соревнованиями, если не всероссийскими. Потому что они, кстати, у нас и были с гостями. Помните, у нас Башкирия была, Санкт-Петербург, Урал у нас был. Потому что в апреле никто уже нигде не прыгает. Уже все прыгают там на зеленую траву, на искусственный газон. Сейчас заканчивается работа по проектированию трамплинного комплекса. И думаю, на следующий год мы обязательно начнем строительство трамплина. И на 65-метровом трамплине будем проводить и ночные соревнования, и полностью весь календарь, который ранее был, он будет в Магадане. Сейчас это сопряжено с трудностями. И ребятам приходится выезжать за пределы Магаданской области на тренировки даже на одном из самых простых трамплинов. Что касается привлечения молодых специалистов, какая работа ведется? Это один из самых сложных вопросов. Я когда говорю о численности населения города Магадана, 120 тысяч человек, я говорю это исходя из того рынка труда, который в городе Магадане сложился. И рынок у нас, по сути дела, отсутствует. Рынок это когда приходишь в магазин, и вот хочешь яблоки купить, а там 20 сортов лежат, ты выбираешь, да, какое взять по цене, по качеству, по сладости или кислоте. Приходишь в магазин там бытовой техники, выбираешь любую там стиральную машинку или что. Что касается рынка труда, у нас нет выбора. У нас нет предложения на рынке труда. У нас на 6,5 тысяч вакансий, которые сегодня предложены на рынок труда, есть порядка 500-600 безработных. И то это люди, которые либо по гендерному принципу не подходят, нужен мужчина или женщина, возраст, профессиональные ограничения по здоровью, требования квалификационные к образованию, там, опыту работы и так далее. Когда работодатели приходят на биржу труда, ему говорят, извините, но вот мы вас удовлетворить ничем не можем. Второй приходит, тоже один. Нас просто не хватает реально людей. Поэтому мы должны делать все для того, чтобы наша молодежь, которая обучается сегодня в образовательных организациях города Магадана, по максимуму поступала в Магадане по тем профессиям, которые у нас есть. Это важно. Но мы никогда не заполним дефицит кадров только местными вузами, потому что профессий на свете гораздо больше, причем необходимых городу Магадану и Магаданской области, чем те профессии, которые могут быть предложены магаданскими вузами. Поэтому неизбежно, что наши школьники будут выезжать за пределы Магадана для получения профессий медицинских, педагогических по тем профессиям, которые не дает вуз, инженерным, энергетиков, транспортников, строителей, научных работников всевозможных отраслей. Это будет всегда проблема. Но, получив образование за пределами города Магадана, за пределами Магаданской области, мы должны сделать все для того, чтобы ребята вернулись в Магадан и устроились на наше предприятие, где сегодня, на мой взгляд, фантастическая потребность в рабочих кадрах, в кадрах среднего звена и высшего звена в том числе. Вот мы в этом году уже направляли по вузам Дальнего Востока и в целом по России наших представителей для того, чтобы приглашать на работу в Магадан учителей. И вы видели, вот на начало учебного года мы на сцене приветствовали почти 30 молодых специалистов. И это не только с ВГУ, это и из других регионов Российской Федерации. Мы приглашаем сюда специалистов, чтобы работать. Но я не говорю о врачах, это отдельная тема. Вообще, сегодня стоит вопрос только по жилью, которое должно вообще предоставить Министерство здравоохранения Магаданской области. Вот все узкие специалисты, вы знаете, как трудно попасть сегодня. Терапевтов не хватает, педиатров не хватает. Все они нужны сюда, но мы их не готовим. Поэтому мы работаем вместе с Минздравом в рамках нашего соглашения, с тем, чтобы создать условия для возвращения сюда молодых специалистов наших и привлечения из других регионов страны. Я вот в крайнюю командировку был в Москве на оргкомитете. Вот у Гордеева Алексея Васильевича. И в эти же дни в Москве проходили Дни Дальневосточных городов. В экспоцентре. И я вам хочу сказать, что правительство Российской Федерации очень много сделал для того, чтобы показать Дальний Восток в Москве, в Московской области и всем, кто там рядом проживает. Когда я подходил к экспоцентру, я видел большое количество автобусов из разных регионов, подвозили молодежь из школ, из вузов, показывали Дальний Восток в экспоцентре. Можно было поговорить с дальневосточниками, которые многого достигли в своей жизни, несмотря на то, что они учились и тренировались на Дальнем Востоке. Выступала перед студентами Елена Валерьевна. Вяльве сказала, что возможности есть везде. Главное, чтобы было желание. Выступал там и Александр Лебзяк. Были представители из других регионов Дальнего Востока, которые добились высоких результатов в различных отраслях, в науке, культуре, искусстве и так далее. Мы хотели показать, что независимо от того, где человек живет, он может себя реализовать. И в Магадане, наверное, как нигде можно себя реализовать, потому что нас здесь немного. Раз нас немного, то талантливый человек, он очень быстро себя проявит. И самое главное, что Магадан – это такая территория равных возможностей, где действительно без особых каких-то коррупционных схем, без какого-то протекционизма ненужного, если ты талантливый, то тебя заметят сразу, и ты найдешь свое место в жизни, и ты сможешь трудоустроиться по полученной профессии и очень быстро продвинуться по служебной лестнице и получать высокую заработную плату, что является, кстати говоря, одним из определяющих критериев сегодня у молодежи при выборе той или иной профессии. И это на самом деле правильно. Любовь к профессии – да, но эта любовь должна быть еще и подкреплена нормальной, достойной заработной платой. У нашего города много городов-побратимов. Скажите, как развиваются международные отношения сегодня? Нормально развиваются, и вот наши города-побратимы, флаги которых перед входом в здание мэрии, это и Анкоридж, Барановичи, вот с 2018 года стал городом Юлгава, Златеца, два китайских города, Шуань-Ушань и Китай. Это список открытый, и в этом году велась очень активная переписка с японским городом Акита, и она не закончена. Просто японцы, они настолько скрупулезно подходят к вопросу о побратимстве, они пишут у себя там такие программы, такие планы, они вводят даже специальные должности, ставки в муниципалитетах для того, чтобы сопровождать эту программу побратимства. И был здесь генконсул Японии при открытии аллеи японской в Магадане в рамках года Японии в России. Вот он сказал, вы не думайте, что мы все забыли, мы все это помним, мы с вашими предложениями очень внимательно работаем, и может быть торжественное подписание этого договора произойдет в Магадане в дни празднования города Магадана. На самом деле мы не навязываемся, нас сами находят. Вот французы нашли нас сами, да, вот с одним из французских городов тоже, возможно, будет подписан договор о побратимстве, вот, но они хотят приехать в Магадан в дни города за свои деньги, сразу говорю, они большой делегацией хотят посмотреть, что такое Магадан, посмотреть на его экономику, культурную жизнь, и я думаю, что им понравится, и они подпишут с нами договор о сотрудничестве, может быть, на первом этапе, а в дальнейшем, может быть, это будет трансформировано и в договор о побратительстве. Мы всем открыты, Магадан, город открытых сердец, город открытых людей, и город огромных возможностей, который откроется перед тем, кто захочет здесь жить, работать, инвестировать. Мы ждем. Магадан зажег уже новогодние огни, вот как будем праздновать праздники? Мы будем праздновать праздники широко, потому что, правильно сказали, мы зажгли новогодние огни, позавчера мы зажгли главную елку на площади у театра. Мне нравится, как реагируют магаданцы и в социальных сетях. Сам я сейчас не в социальных сетях, но мне всю информацию приносят. Благодарность о том, что стало очень красиво, все подготовлено. Очень нравится всем наш конкурс ледяных скульптур, нравится парк ледяных аттракционов. Но я на самом деле не совсем удовлетворен тем, что сделано на Магаданской площади. Думаю, на следующий год будет все по-другому, не может это все находиться в статике. Есть новые идеи, и я думаю, что и новые мастера подъедут и предложат нам нечто иное на следующий год. Я проехал по магазинам, вчера было в гипермаркете лето, посмотрел на всю эту суету предновогоднюю. Радует, что магаданцы уже заблаговременно готовятся к оформлению новогоднего стола. Но вот побывав сегодня в ряде магазинов промышленного, такого направления магазина к бытовой технике, там меня не радует. Вот этой суеты с новогодними подарками, с приобретениями особой нет. Кстати говоря, я думал, что за телевизорами будет очередь стоять, потому что мы же переходим на цифру. В 2019 году у многих еще, наверное, остались старые телевизоры, которые нужно менять. Но вот какой-то я поговорил с менеджером, и он говорит, да нет, что-то вот затишье какое-то, может быть, все начнут 30-го приобретать. Магадан готовится, открыт елочный базар в Магадане на площади, много ларьков, которые продают фейерверки. То есть вот эта составляющая, она в городе обеспечена. Хотелось бы, чтобы с 2019 годом магаданцы связывали все самое лучшее, все самое радостное, все самое благоприятное. У каждого есть свои желания. Ну, дети-то написали письма Деду Морозу в Устюг. У родителей желание в сердце, в новогоднюю ночь, когда будем под бой кремлевских курантов хрустальный звон извлекать из наших фужеров. Мы будем эти желания втайне все загадывать, и хотелось бы, чтобы все эти желания сбылись. Передо мной, как главой города, стоят задачи, чтобы помочь реализации всех ваших желаний и всех ваших планов. Хотел бы пожелать в нашей сегодняшней предновогодней передачи всем здоровья, семейного счастья. Хотел бы, чтобы вас радовал работодатель, и чтобы у вас была достойная заработная плата. Не в деньгах счастья, говорят, но и без них тоже как-то тяжело. Поэтому достаток материальный это тоже залог определенного успеха в семье. Хотелось бы, чтобы в Магадане было больше детей. В этом году мы родили, к сожалению, чуть меньше, чем в прошлом году. Есть над чем подумать, муниципалитету. Наверное, мало мы еще оказываем помощи семьям, и недостаточно уверенности в том, что появление второго, третьего, четвертого ребенка в семье, оно будет материально обеспечено, и семья не будет испытывать трудности. Вот над этим нам нужно работать. Это напрямую, конечно, не связано, но, тем не менее, это все равно является нормальной предпосылкой для того, чтобы принимать решение о новых детях в семье. Пусть все наши желания сбудутся. Я благодарю вас за интересную беседу. Всего вам доброго. А я напоминаю, что мы беседовали с мэром Магадана Юрием Федоровичем Гришаном. До свидания.